Сергей Викторович, здравствуйте. Хочу задать вам несколько вопросов. В чем заключается национальная идея для вас? Ну, давайте сразу выясним следующий момент. Я все-таки выступаю как психолог, как, возможно, философ, но я не выступаю как политикой, поэтому я не буду конкретизировать мою модель национальной идеи, которую я в свое время дал в интернете, и ее достаточно легко можно найти. Но я хочу сказать о другом, о том, что любая целеустремленная система, каковой является человек, группа, общество и вообще все человечество вместе, оно не способно жить без некой объединяющей идеи. Тем более в тот момент, когда это человечество переживает кризисный момент в своей истории. И то, что происходит сейчас, действительно напоминает кризис, после которого не всегда точно можно даже предугадать, будет ли облегчение всей нашей системы, или наоборот, мы потихонечку начнем идти туда, куда, в общем-то, часто идут люди с благими намерениями. Поэтому я просто вспоминаю следующее. Еще Рон Хаббард, до того, как он стал несколько изгоняемым из привычного общества, сообщил, что в любой системе существует три вещи. Это человек, производство и финансы. И он же постулировал истину, которая абсолютно непреложна, опять-таки, для любой системы. Что в ситуации, когда у вас не хватает финансов и когда у вас не очень хорошо работает производство, единственный, но крайне важный козырь к выживанию, реальная дорога к тому, чтобы действительно обрести эффективность и счастливость, это люди. Люди. Но люди — это не существа, которые слепо должны подчиняться мнению большинства или которые должны просто лениво выполнять указания. У каждого человека существует свое отношение к тому, что происходит, и это отношение психологи не случайно называют смыслом. И здесь крайне важно понять элементарную вещь. Не так важно, что ты делаешь, важно, что ты, как ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Помните притчу о трех каменотесах? Они, по сути дела, занимались одним и тем же, они просто дробили камни. Но когда спросили первого из них, он ответил на вопрос, что ты делаешь, он ответил, ты что не видишь, раздраженный, я просто дроблю эти проклятые камни. Второй подумал, ответил, знаешь, я, наверное, в общем-то, зарабатываю таким образом на жизнь. И только третий, подняв голову, светло и честно ответил, я строю храм. Как вы думаете, кто из них был более эффективен в своей совершенно одинаковой деятельности и кто из них был более счастлив? У каждой идеи, в том числе национальной, должен быть свой фундамент. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, на каком фундаменте базируетесь вы? Вы знаете, этот фундамент очень простой, этот фундамент наука, которая занимается интегральным нейропрограммированием и которая на самом деле давно постулировала существование целого ряда очень интересных моделей, которые позволяют практически объяснить все. Именно модели неистин в последней инстанции, никаких-то сверхумных теоретических концепций, а просто модели, с помощью которых можно понять нечто. И в данном случае я использовал модель, которая называется «Русская матрешка СК», и в которой, по сути дела, используется семь основных элементов посредственно анализа любой сферы, чего угодно. Первая называется мета-цель. Зачем? То есть зачем вообще мы предпринимаем что-то, зачем мы собираемся строить, зачем мы делаем эту самую национальную идею? И вот здесь практически я написал единственную для меня релевантную значимую цель — это счастье и эффективность всех и каждого. Потому что если государство, если общество не строится на том, чтобы счастливы были все, если она постулирует неравенство, в котором кто-то является теми же самыми зажиревшими котами, дети которых рождаются с золотыми ложками во рту, а остальные вынуждены только покорно тянуть лямку всю свою оставшуюся жизнь, честно говоря, это государство не имеет даже права на то, чтобы сохраняться в течение длительного времени в неизменной своей форме. Следующий уровень, после того, как мы выясняем, зачем, это уровень, который называется принципы или ценности. Это ответ на вопрос, как мы собираемся строить свое государство. И в данном случае у меня все это записано, но я не хочу отклоняться, потому что тогда я сейчас начну просто цитировать то, что я писал. Но если вы не простроите принципы, по которым вы живете, принцип равенства всех перед законом, превент счастья всех и каждого, принцип равенства мнений, то, что мы называем плюреалистичность и так далее, здесь все это было прописано, то в этом случае просто-напросто мы рискуем получить тот самый эффект, когда не мы строим принципы, а принципы строят нас. А после этого нужно очень точно понять то, что мы никак не можем понять, что наконец-то нужно уйти от чего-то, чтобы прийти к чему-то. Понимаете, я вырос при социализме. Я видел очень многих генсеков, которые сменяли друг друга. Я смотрел, и помню Никита Сергеевича Хрущева, помню Леонида Ильича Брежнева, помню все то, что сейчас называют годами застоя или оттепеля. Все это было, все это реально было, но меня в связи с этим иногда поражает то, что вместо того, чтобы определить то, куда мы на самом деле пойдем, мы все время оглядываемся назад, а потом как та самая жена лота, помните, из библейской притчи, замираем соляным столбом перед, так сказать, нашим славным прошлым. Поэтому надо четко определить, от чего мы уходим, от того же правового беспредела и к чему мы приходим к равенству всех перед законом. Потому что если это не определить, если не совершить, нет, не суд. Причем здесь суд, причем здесь суд, осуждение это вообще удел первого уровня развития. Если не осмыслить те уроки, которые были даны нам предшествующие истории нашей страны, истории всего мира, то в этом случае, пожалуй, мы и не заслуживаем звания людей, которых стоит содержать на этой планете. Не хочется, чтобы известная фраза «история учит тому, что она ничему не учит», только тому, что она ничему не учит, стала реальностью нашей с вами жизни. А дальше все еще проще. Потому что после того, как мы определили то, что называется целевые отношения, откуда мы вышли и куда мы идем, от чего мы уходим, чтобы прийти куда-то, вот после этого остается крайне важный вопрос. Он называется у нас рапорт, не будем пугаться это слово, это всего-навсего сотрудничество, соглашение, совместная деятельность, потому что надо определить не против кого дружим, а с кем дружим. Надо определить действительно, с какими здоровыми силами общества или обществ, государств мы собираемся рапортировать. Надо помнить, наверное, о том, что все-таки худой мир лучше доброй ссоры иногда, хотя иногда нужно просто открыто противостоять попыткам навязать чужую судьбу, чужое мнение, чужое дело, чужие истины. Но, наверное, в принципе, надо все-таки действительно сотрудничать. Далее это информация. На самом деле это информация, которая вам нужна для того, чтобы вы осуществили то, что вы хотите. Знаете, мы в этом отношении настолько привыкли бездумно доверять, простите, помойке интернета, где очень трудно отыскать истину, зато можно отыскать кучу маленьких и неправедных правд, которыми заполнен интернет. Потому что мы часто просто не владеем адекватной информацией относительно того, что есть на самом деле. И вторая — это информация, которая нужна о вас, потому что, знаете, здесь все очень просто. Нынешний мир, видимо, скорее всего, будет, чем дальше, тем больше склоняться только к одному виду войны, информационной. И выиграет тот, кто первый даст фрейм, рамку, вы поняли, того, что происходит. Тот, кто первый объяснит, что произошло, тот и победит. Тот, кто первый объяснит, что он победил, тот и победит. Вот такая вот странная вещь. Здесь вообще происходит с информацией, извините, черт знает что. Простите уж за несдержанность. Видите ли, для того, чтобы система, человек, организация, государство, общество, цивилизация была эффективна, необходимо выполнение четырех условий. Все четыре имеют отношение к информации. Я думаю, что у наших телезрителей хватит ума применить то, что я сейчас скажу, к анализу происходящего. Первое — правдивость. Правдивость относительно того, что происходит в тебе самом. Для человека это то, что происходит в тебе самом. Если ты правдиво относительно самого себя, если ты не оправдываешь самого себя свои неправедные действия, в этом случае ты эффективен. И наоборот, если ты создаешь иллюзию собственной правоты, ты, соответственно, не будешь эффективен никогда. То есть правдивость в отношении самого себя. Второе — функциональность. Ты должен быть кому-то нужен. А будет нужен ты только тогда, когда ты будешь грамотно выполнять какую-то функцию, и эта функция будет кем-то востребована. Если же ты только бесплодно сидишь и гоняешь лозунги, не выполняя никакой функции, прости, но кому ты нужен в этой ситуации? Пункт номер три. Для любого человека, государства, общества, чего угодно. Это истинность. У каждой из нас существует своя модель мира. То есть то, как на самом деле мы воспринимаем этот мир, как он выглядит. И никто не посягает на то, что моделей мира может быть много. Но дело в том, что в этом мире эффективным и счастливым становится только тот, у которого модель мира примерно совпадает с миром. Вы поняли? Который действительно объясняет существование себя, своего государства, общества реальными вещами, в реальном мире, а не в иллюзии, которая создалась в его воспаленном сознании. И последнее, то, о чем я говорил, это смысл. Потому что система бессмысла, это не целеустремленная система. Это система, которая просто-напросто некуда идти. А когда ей некуда идти, она, к сожалению, начинает идти от. В том числе от добра, от жизни, от мира, от любви, к тотальному страху, который в конечном счете уничтожает эту систему. Вот примерно так в двух словах, коротко о нашей модели, которую, кстати говоря, мы давно уже применяем. Спасибо большое, Сергей Викторович. Где вы применяете озвученные вами принципы? То есть вы имеете в виду модель «Русская матрешка»? Да практически везде. Потому что любая область моей жизни, и, кстати, жизни моей организации, она построена по вот этой самой схеме. Если говорить более конкретно, то давайте, например, возьмем тот самый институт интегрального нейропрограммирования и Центр практической психотерапии, который я имею честь возглавлять, один как генеральный директор, а второй как научный руководитель. Так вот, у нас все это построено именно по вот этим принципам. Мета-цель или замысел, или ответ «зачем?». Я, возможно, кого-то удивлю из слушателей, возможно, кто-то посмотрит на меня с точки зрения «эко загнул», но на самом деле главной мета-целью наших организаций является служение. Слышите? Служение. Не обогащение, не самореализация, не какие-то другие потусы или посюсторонние смысли, а служение кому? Людям. В своей стране. Человечеству и миру в целом. И пусть те, которые не дотягивают до этого уровня, седут сами на себя. Потому что, по-моему, Альберт Эйнштейн очень точно сказал, что человек, который не имеет высочайших смыслов в своей жизни и деятельности, не просто не имеет смысла жизни, он просто плохо приспособлен к жизни. Сошлюсь на мнение высокого классика. Второе очень важное – это принципы, как построена наша деятельность, то, за что мы, по сути дела, и вознаграждаем, и наказываем, и принимаем, и увольняем. Это некоторая система из семи главных ценностей, на которых построена деятельность нашей организации. Первая ценность очень проста – адекватность. Да не испугаемся мы этого слова, потому что адекватность переводится как соответственно. Поэтому адекватность, можно говорить так, это соответствие себе, соответствие другим, соответствие миру, и, простите, соответствие творцу этого мира. И поэтому, естественно, любая ситуация, при которой человек начинает подзадирать нос, считать себя пупом земли, центром вселенной, человеком, который уже все познал, его нужно ставить на пьедестал, и в этом случае надо его только лишь покрывать бронзовкой, потому что он уже при жизни памятник самому себе, является основанием для того, чтобы, простите, институт прекратил контракт с таким человеком. Потому что адекватность самому себе – это значит абсолютно точное понимание, кто ты, что ты, зачем я отсюда. Принцип второй – принцип, выходящий из этой адекватности, принцип компетентности. Это значит, что, во-первых, любой, кто работает в нашем институте, должен стремиться к максимальной компетентности в своей области. Это вроде бы понятно. Но есть второй принцип. Он не имеет права брать на себя ответственность за клиентов, виды работы и так далее, в которые он недостаточно компетентен. Вы поняли? Это проявление того же самого принципа адекватности. То есть он должен быть компетентен в рамках тех задач, которые он на себя берет. Если он начинает вести тренинги, хотя еще не получил сертификат и звание тренера, если он начинает громогласно утверждать, что он может вылечить все, что угодно, и, так сказать, только придите и принесите с собой деньги, естественно, с таким человеком приходится расставаться. Принцип первый и третий здесь совершенно вытекают из этих первых двух принципов, потому что этот принцип звучит так. Бескорыстие и финансовая чистоплодность. Конечно, многие из вас сейчас там начнут хихикать, бескорыстие вы что, денег не берет, еще как берем. Это естественно. Но дело в том, что бескорыстие, это принцип, который расшифровывается очень просто, бескорысти. Понимаете? Когда вы работаете с человеком, главной вашей целью, главной вашей целью, должно быть здоровье этого человека, душевное, душевное, физическое, а не деньги, которые вы получите в результате его выздоровления. Потому что есть великий закон, закон смещения с цели на знак, с цели на средства. Ситуация, при которой сначала, например, люди начинают худеть ради того, чтобы быть красивыми, а потом начинают худеть ради того, чтобы худеть, и кончают чем? Полным изнеможением. Ситуация, при которой люди сначала начинают работать ради великой цели, но потом их начинают, чем дальше, тем больше привлекать гонорар. Через некоторое время происходит смещение на гонорар, Все. Кстати, за это отнимает дар. Если ты начинаешь смотреть на человека, на клиента только с точки зрения того, сколько долларов, евро или уж, так сказать, на худой конец рублей тебе принесет, в этом случае немедленно уходи из профессии. С такими мы расстаемся совершенно безжалостно. Естественно, что ты должен быть при этом финансово чистоплотным. То есть, по сути дела, вести свою политику в рамках существующей финансовой системы. Нормально. Не прятать деньги под подушку, иметь малую историю. Кстати, далеко не все знают, что, например, на Западе очень многие наши богатые буратинки не могут приобрести недвижимость по одной простой причине. Потому что они имеют темневую зарплату, а там необходимо предоставить НДФЛ за три года. Если он не подтверждает, что ты можешь купить эту недвижимость, тебе ее просто не продадут. Вот и все. Там это уже в порядке вещей. А у нас до сих пор еще мысль о том, что как бы обмануть, как бы обмануть руководство, как бы обмануть государство, как бы всех обмануть, она до сих пор живет в нашем воспаленном сознании. Значит, вот это третий принцип. Бескорыстие и финансовая чистоплотность. Кстати, по поводу бескорыстия. Я говорил, что уже еще раз скажу. Мы абсолютно коммерческая организация. Мы не получаем ни одной дотации ни от кого. Ни от спортсеров, ни от государства, ни от кого. Тем не менее, только у нас, насколько я знаю, существует бесплатный соцпроект. То есть, когда мы принимаем людей, которые не в состоянии заплатить, и используем их заодно в качестве, так сказать, материала для тех, кто готовится к работе психотерапевта. Довольно все. Психотерапевты получают прекрасную практику, а клиенты практически задаром получают возможность излечиться от своих патологий. Вот эти три принципа понятны. Принцип следующий, который тоже у нас существует. Я сказал три самых главных принципа, но у нас есть другие. Но этот принцип настолько прост, что о нем просто не надо говорить. Принцип лояльности. Знаете, в Америке существует такое понятие коммитмент, лояльность к организации. То же самое существует в Японии, гири и гимми. Гири и гимми – это лояльность к нации, то есть лояльность к своей нации, к тому, что она великая нация, что ты должен быть лояльен, проявлять эту лояльность. И лояльность к своему хозяину, к патрону, который дал тебе возможность работать, который дал тебе возможность, так сказать, проявить самого себя. У нас это, правда, имеет несколько другое значение. Вы видите, слегка буддистское. Потому что в буддизме считается, что есть три драгоценности или три жемчужины буддизма. Это община, учение и учитель. Вот три вещи, которые должны, так сказать, цениться и которые должны уважаться. И в буддизме считают, что тот, кто не проявляет лояльность, нарушает лояльность к общине учителя или учению, но это буддисты, он обречен на рождение в адских мирах. Но это нормальные отношения, ясно? То есть понятие того, что мы единое целое, а не команда одиночек. Знаете, даже в футболе, если собрать вместе кучу звезд, сыгранные команды далеко не всегда получаются. Должны быть и звезды, и команды. И, наконец, пятый принцип, очень простой, независимость. Я уже сказал, что мы являемся коммерческой организацией, но на самом деле я независимость рассматриваю несколько в более широком аспекте. Существует в нормальной стране, в нормальном обществе три системы власти. Это власть бизнеса, власть государства и так называемое гражданское общество. Именно поэтому у нас принципиально по чем-то следующее. Мы не принимаем никакие спонсорские подношения ни со стороны бизнес-организаций, ни со стороны государственных организаций. Мы ни разу не получили ни гранта, ни дотации, ничего абсолютно, что не мешает нам работать совершенно спокойно. Но одновременно с этим это еще принцип политической неангажированности. То есть мы не являемся филиалом какой-либо партии, какого-то направления и так далее. Мы предпочитаем все-таки в любой схватке должен быть тот, кто смотрит над схваткой. В любой ситуации, когда даже идет конфронтация, должен быть кто-то, кто на самом деле смотрит за главным, что чувствуют люди во всей этой ситуации. И помогает людям, в том числе, осознать правильную позицию. Потому что, знаете, на расстроенной скрипке никогда не сыграешь благозвучной мелодии. А для того, чтобы, как любили говорить буддисты, увидеть луну во всем ее красоте и блеске, а мы можем это видеть только в отражении нашей нервной системы, как в озере, сами догадываетесь, озеро должно быть невзволнованным. Вот, собственно говоря, эти условия, они естественны, потому что на самом деле я терпеть не могу вот этой вот действительно политической ангажированности. И поэтому вот этот принцип независимости мы достаточно старательно подчеркиваем. Вот, собственно говоря, и последний, очень простой, на его можно было бы поставить в самом начале, потому что это принцип уважения к клиенту. И поэтому часто для того, чтобы действительно его излечить, необходимо сначала его выковырять, как рак отшельника из раковины своих ложных карт и дурацких процессов, для того, чтобы вывести его к истине. К счастью, мы это умеем уже делать высокопрофессионально. Я разработал огромное количество моделей, которые позволяют действительно вывести человека из состояния, простите, можно скажу честно, из сна. Большинство людей не живет, большинство людей просто спит. Просыпаясь только тогда, когда каким-то образом, возможно, Господь Бог включает их, для того, чтобы они решили очередную проблему и хоть немного продвинулись на следующий уровень. Мы работаем на то, чтобы любой клиент почувствовал уважение к себе как к человеку, чтобы он наконец покинул свою дурацкую позицию жертвы всего и вся, и понял, что на самом деле в этом мире он творец. Мы хотим, чтобы этот человек наконец-то, особенно в нашей стране, научился не умирать раньше смерти и не сдаваться раньше поражения. Ибо воистину известно, что тот не побежден, кто не признал свое поражение. А мы почему-то чаще действуем по другому принципу, небезызвестному из фильма «Гайдая». Кац говорил, надо сдаваться. Вот почему-то мы так умудряемся сдаваться. Вот и все. Вот эти принципы. Дальше можно сказать еще об очень многом, но время ограничено. Поэтому вот да, ну естественно, седьмой принцип центральный, непрерывный личностный рост, но это настолько понятно, что об этом не хочется даже говорить. Если же конкретно, что касается дальнейшего, раппорт. Мы абсолютно открыты к сотрудничеству. Мы абсолютно закрыты к критиканству, хотя допускаем конструктивную критику. Мы согласны сотрудничать с любой организацией, которая действительно есть что предложить, и которая разделяет наши ценности и наши принципы. Вот, собственно, это условие для человека, для организации, для чего угодно. И в этом отношении никакой закрытости, никакого секстанства, ничего абсолютно. Максимальная открытость информационная, открытость в действиях, открытость во взаимодействиях. Что касается же информации, ну здесь немножко я, конечно, виноват, потому что с самого начала я очень не люблю рекламы, я очень не люблю слишком яркого света, я вообще предпочитаю существование где-то слегка в темноте. Вот это вот в полутьме. Вот это вот вечное стремление на свет, вечное стремление. Как писал тоже Кен Уилбер, в Америке человек, который не рекламирует себя, считается чуть ли не идиотом. А мы не рекламируем себя. Знаете, все-таки у меня есть такая странная точка зрения, что, ну как бы, клиент наш сам найдет по своим системам, по своим каналам, по своим этим самым. Поэтому только последнее время мы начали немножко как бы выходить из тени, больше расширять нашу информационную связь, информировать о себе остальных. Но не в плане того, боже, какие мы великие, посмотрите, какое феноменальное мы создали, вот мы какие и так далее. А просто четкое объяснение человеку, что он может получить в результате контакта с нашими организациями, с нашими структурами. И с простой точкой зрения, если тебе это понравится, ты это выберешь. Не выберешь, ну что уж, ради бога. Это твоя точка зрения, твое решение. Никто тебе его навязывать не собирается. Ну а что касается информационной открытости внутрь, это, знаете, я читаю в среднем одну-две книги в день. Причем не буду скрывать, одна может быть художественная, но одна по специальности или около специальности, это обычное занятие. Потому что я считаю, что в настоящее время человек в мире, который столь стремительно развивается, не развивающийся сам, он просто не имеет права вообще руководить, возглавлять, двигать вперед, потому что он просто теряет информированность о ходе происходящих событий. Естественно, меня очень часто огорчает, что далеко не все из тех книг, которые я читаю, их стоило было бы читать. Хотя в любой я нахожу какое-то драгоценное зерно, идею для того, чтобы развить ее, использовать в своих, так сказать, целях. И это главное, потому что, еще раз напоминаю, критиканство для нас закрыто. Критика ради критики – это полный бред, это полная глупость. Для нас главное – это все-таки открытость к себе, другим, миру и Богу. И может быть поэтому, но что касается техник, а у нас их больше нескольких тысяч к настоящему времени. Поэтому я трудно представить, что психотехнологии, чтобы мы не нашли того, что необходимо вам, и именно вам для решения ваших проблем. На самом деле здесь можно говорить много. Я бы хотел закончить только следующим, в принципе. О том, что каждый из вас должен понять, что он действительно является в чем-то ипостасью Бога. Не в чем-то конкретной ипостасью Бога, но я на всякий случай смолчаю это суждение. И значит, каждый из нас подобен Богу не потому, что у Бога два уха, две ноги, два глаза и так далее, а потому, что мы подобны Ему в возможностях творчества. На самом деле, силы любого человека неизмеримы, несоизмеримы даже не с одним природным явлением, которое есть. Но мы не используем эти силы. Не потому, что нет психотехнологии развития. Чаще всего нам мешает наша вечная позиция жертвы, которая вбивается в нас буквально с молоком матери, вливается в том, что мы действительно жертва обстоятельств, правительства, ситуации, курса доллара, курса евро, чего угодно и так далее. Мы жертва, но жертва никогда не решит ситуацию. Вы поняли? Жертва никогда не научится жить. Жертва всегда будет только бегать от ситуации, находиться в вечном страхе и тупо и медленно выживать. И если вы это поймете, если вы поймете, что вы способны на самом деле действительно намного больше, что есть механизмы, системы, которые позволяют вам тоже селектировать ту же информацию, получать правду как таковую, то в этом случае, наверное, во-первых, вы будете жить эффективно и счастливо, во-вторых, я пойму, что кое-что из того, что я нес на эту землю, я действительно туда принес. А в остальном, знаете, вспомните наума Коржавина от... секундочку, здесь пауза, потому что я сейчас вспомню, немножко устал. От созидательных идей... Хорошо, через паузу. От созидательных идей, всегда кончающихся кровью, от разрушительных страстей, тайком лежащих в их основе, от правд, затмевших правду дней, от лжи, что стало их итогом. Одно спасение – стать умней и больше зря не спорить с Богом.